Маршрутка на скорости лихо обгоняет трактор. Мы с вами. Там еще тот пазьянс может сложиться. Ну вот форсаж чистой воды практически. Думаю, возможности для расследования, в том числе журналистских, теперь есть. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это мое субъективное мнение, да это дисклеймер. На этой неделе это результаты выборов мэра Кропивницкого, ну и кроме того и в облсовет и в горсовет. Цапюк уходит, а Райкович собрал два стадиона людей. Кто и зачем тормозит подсчет голосов и новый смертельный номер репетирует кировоградские маршрутки. Ну и кроме того на Кировоградщине не хватает кислорода. Целую неделю я ждал официальных результатов по местным выборам в Кировоградской области. Что официальных? Любых в принципе. Ну, с Александрею все понятно. Степан Цапюк еще в начале недели выступил на видео, где признал поражение и поджал Сергея Кузьменко, цитирую, «удержать высокую планку». Степан Цапюк в своем видеообращении часто использовал словосочетание «мы с вами» касаемо александрийцев. Я со своей командой подняли очень высоко планку в развитии нашего города. Не смешите мои подковы! Мол, и реконструировали медицину, и тут я вспомнил в который раз, кстати, обшарпанную александрийскую инфекционку, репортаж Александра Кияшко, вспомнил все скандалы Цапюка, вспомнил уличный кинотеатр, который был просто пиаром бывшего практически мэра за счет александрийцев. Степан Кириллович хочет, чтобы о его правлении думали как о золотом времени, такой Брежнев. Так оно и есть, но золотым оно было для самого Цапюка и его так называемой команды, где много, кстати, родственников. Что будет дальше с Цапюком, не знаю, но было бы интересно теперь проанализировать, что же делал с Александрией все это время Цапюк. Думаю, возможности для расследований, в том числе журналистских, теперь есть. Но вернемся к выборам. Кропивницкий. В субботу появились цифры параллельных подсчетов. На телеграм-канале Весь Кировоград. И тут такие цифры. Первый Райкович, 53,53. И это победа в первом туре. Второй Артем Стрижаков, почти 20% голосов. И вот, чтобы визуализировать победу Райковича, я, например, использую стадион Зирка, где, говорят, вмещается почти 14,5 тысяч зрителей. Так вот, за Райковича проголосало 27,839 человек. Это два стадиона Зирка. А за Стрижакова 10,338 человек. То есть, его избирателей не набрался и один полный стадион. Вот такой вот стадион, так стадион. На третьем месте в списке Ковалева Лакири от слуг народа, которая так никого не дождалась на дебаты. Четвертый Ларин из ОПЗЖ, но не тот, а Анатолий. Ну и на пятом месте Церти из Батьковщины. А пока нет официальных результатов, партии борются за каждый голос при подсчетах в надежде провести побольше своих депутатов. А то и вообще пройти в советы. Так, партия пропозиции обвинила ОПЗЖ в затягивании подсчета голосов. Мол, Анна Нижникова, Сергей Сердюк, Денис Костенко и Александр Рацул специально подали в избирательной комиссии заявление с требованием предоставить копии всех протоколов терроризберкомов по всех пяти видам выборов. Такие действия представителей ОПЗЖ пропозиция расценила как вид шантажа. Так как процедурно такие действия, как она говорит, вообще не предусмотрены. Со стороны ОПЗЖ от Вадима Волканова прозвучало объяснение. Они, мол, просто хотели сравнить результаты со своим подсчетом. И не только действиями ОПЗЖ возмущались на этой неделе, сделали, как говорят в Одессе, всем нервы и партия олигарха Коломойского «За майбутня». В Крепивницком, я так понимаю, в Кировоградской области, эту партию представляет Александр Горбунов. На «За майбутни» пожаловались в своих фейсбуках Александр Церти от Батьковщины и Валентина Еремчук от Европейской Солидарности. Дело в том, что «За майбутня» не набрало 5%, я так понимаю, в городе, и не попадает в Горсовет. Вот они и пытались пересчитать, как-то изменить результат. Ну, хоть как-то там замутить, чтобы пройти. А то, получается, наш край и ридный министр хоть с трудом, но пролезает в Горсовет, а партия имени олигархов нет. Как-то даже обидно. Столько денег вложено-то по стране. Ну, все это, я уверен, уже улеглось. Все свои цифры уже все знают. И вот, например, по облсовету. Итак, в Кировоградском облсовете 14 депутатов будет у Батьковщины и столько же у «Слуги народа». 11 мандатов у ОПЗЖ. Европейская солидарность у них 9 депутатов. За майбутня тут они прошли 6 мест в облсовете. Партия «Пропозиция» 5 депутатов. И радикальная партия «Ляшка» тоже 5 депутатов. Помог таки, наверное, клип «Ляшка» кировоградским радикалам. И интересно теперь, какое будет большинство в облсовете. Скорее всего, главой его останется Черноиваненко. А ОПЗЖ, скорее всего, будет в оппозиции к триумвирату Батьковщины, Европейской солидарности и Слуг народа. Хотя все может быть, и ОПЗЖ вдруг будут вместе с Замайбутни, например, и частью Слуг народа. Там еще тот пассианс может сложиться. И тут вполне себе золотые мандаты у «Пропозиции» и у радикалов, чьи пятерки депутатов могут легко изменить ситуацию в ту или иную сторону. Не о политике. Кропивницкие маршрутки – это что-то с чем-то. Вот это да. На прошлой неделе я рассказывал, как они легко переворачиваются от не особо сильного удара другой машины или там тоже маршрутки. На этой неделе новое опасное видео. Маршрутка на скорости лихо обгоняет трактор перед самым капотом легковика. Ну вот, форсаж чистой воды. Причем он одновременно напоминает дорожные движения где-то в Шри-Ланке или Индии. Где правила дорожного движения – довольно условное понятие. Кропивничане, не пользуйтесь маршрутками. Они опасны. Есть более безопасные автобусы и троллейбусы. Теперь о коронавирусе. На этой неделе я узнал о нескольких своих знакомых, которые заболели COVID-19. У одного из них от заразы умерла мама, соболезную. И еще раз прошу всех следить за собой, за своим здоровьем. Беда даже не в том, не в самом коронавирусе, а в том, что в больницах нет стресс для борьбы с ним. Так, в областной больнице заместитель главы частной Слав Сидоренко уже заявил, что больным не хватает кислорода. Его коллега, врач Эстап Сабота, подтвердил, что не хватает ни кислорода, ни аппаратов искусственной вентиляции легких. Цитирую его слова. «Мы уже практически не можем впораться с потоком пациентов». Об этом, кстати, передается Успільный Кропивницкий. «Мы уже практически не справляемся с тем потоком, который хотел бы в нас лікуваться. Поэтому можно сказать, что и даже сейчас не хватает ни кислорода, ни аппаратов». На день потребно 75-80 из таких балонов кислорода. Пацієнти користуються централізованим киснем, який надходить з системи. В палаті є підведені точки, де пацієнту підключають кисень. Вона ефективніша, ніж концентратор, та пацієнту в важкому стані потребує апарату штучної вентиляції легень. Це можна забезпечити тільки централізованою подальшою кисню. В лікарні є киснева станція, яка дає 24 балони на добу, плюс ми купуємо 50 балонів на добу і їх використовуємо. На сьогодні маємо проблему, на ранок маємо 56 балонів. Чи буде кисень сьогодні, завтра, я не знаю. Якщо не буде кисню, зрозуміло, пацієнтів відключимо від системи. Вони помруть. «Не вистачає постачальника об'ємів того кисню, він не може забезпечити нашу лікарню. Тому, коли це було менша кількість киснезалежних хворих, ми справлялися, він справлявся, постачальник. Зараз дуже важко». У лікарні планують встановити додатковий генератор кисню. «Розробляється проєктно-кошторисна документація на встановлення ще одного вдвічі потужного генератора кисню». «Виділено кошти за рахунок субвенції державного бюджету у розмірі 7 млн 480 тис, а також за рахунок коштів 3 млн 520 тис державного бюджету. За рахунок цих коштів ми плануємо на протязі найближчого часу, як це тільки можливо, мабуть місяць-два, встановити додаткове обладнання». Кировогащина буквально прорвалась в оранжевую зону за очень короткий период времени, и количество заболевших не уменьшается. Поэтому носите маски, мойте руки, пользуйтесь санитайзерами и соблюдайте дистанцию. Ситуация тяжелая. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще, кроме пока что ситуации с коронавирусом. Пока. Субтитры подогнал «Симон»